Добрый вечер, красавицы мои! С вами снова я, Дима Кеш. У меня сейчас 2 часа ночи, и я узнаю именно сейчас, что Евгения Теплякова могут в ближайшее время уже лишить родительских прав. Ну и много чего интересного в сегодняшнем видео. Заваривайте чаек, кофеек, запасайте с попкорном и давайте начинать. Ну а перед началом этого видео мы стремительно идем к цифре 600 тысяч подписчиков. Для того, чтобы нести свой непосильный вклад, всего-то и нужно. Нажать на красненькую кнопочку, станет серенькой, и ты будешь самым первым узнавать о моих новых видео. Итак, в одном из предыдущих видео я уже читал вам вот этот вот пост. Пожалуй, пора дадим Алисе почитать психологию интеллекта и одаренности Дмитрия Викторовича Ушакова. Пора ей учиться работать с одаренными детьми. Евгений тут решил набросить говна на вентилятор, как обычно. Решил побесить людей, потому что люди-то не спят ночами, вот как я. Они заходят в ЖЖ Евгения, хотят узнать, чем же там Алиса занимается. Алиса, оказывается, уже готова с одаренными детьми работать. Папа, собственно, много времени уже на нее потратил. Чего ждать? Марина отвечает. Добрый вечер. У нас сын стал победителем в Сироса по русскому и информатике. А с математикой пока не ладится. Алиса сможет с ним позаниматься и потянуть его на нужный уровень. Ну и Евгений отвечает. Боюсь, вы финансово не потянете. Но вы не отчаивайтесь. Попробуйте почитать учебники НМУ и походить на их лекции. Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросам одаренности вашего сына, то это тоже дорого. 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный. Времени у нее мало, поэтому цены кусаются. Браво, Евгений. Он, видимо, сам решил лишить себя родительских прав. Надоело ему вся эта возня с детишечками. А такой подумал, а почему бы и нет? Почему бы не начинать эксплуатировать детский труд, продавать детский труд своих собственных детей и в открытую заявляет. Прямо сейчас любой желающий может купить академический час времени у моей несовершеннолетней 9-летней дочери Алисы Тепляковой за 50 тысяч рублей. Официально. То есть Евгений в ЖЖ в своем написал. Никакой пометки нет, что в 18 лет, когда я исполнился согласно Трудовому кодексу, нету. То, что это шутка, пометки нету. Ну какие тут шутки, ребят, на полном серьезе. Отец заявляет, что покупайте мою дочь за 50 тысяч рублей. Вообще странно, с учетом того, как мы в одном из предыдущих видео с вами разбирались, Евгений презирает репетиторов, считает их как люди другой профессии, которые за деньги продают свое тело. Так вот, Евгений, нормально ли вообще Алисе за деньги что-либо делать? Ведь это то же самое, как репетиторы получаются. Вы уж сами себе начинаете противоречить. Многие сомневаются, говорят, да это всего лишь шутка была, потому что он высокую цену поставил. А я не думаю, что это была шутка. Евгений же и написал, Алиса уникальный ребенок, поэтому 50 тысяч рублей стоит. Вы думаете, он такой глупенький, да? Думаете, он расценочки московские не знает? Он, на минуточку, квартиру-то себе не за МКАДом там, я не знаю, за 7 миллионов присматривает, а за 60, за 80 миллионов, скажем так, вряд ли в ближайшее время они будут принимать каких-то пациентов, одаренных детей, потому что, во-первых, никто к ним не пойдет, ну и, во-вторых, сам Евгений струхнет организовывать что-то подобное, с учетом того, что они судятся с опекой, с учетом того, что они в очереди на получение квартиры. Но такая, знаете, зарисовочка на будущее. Как Евгений говорит, чтобы взрастить огород, надо сначала посадить. Я вот все время привожу пример Китая, в котором мы жили, Алиса ходила в детский сад. В Китае дети в 3 года в детском саду учатся писатировать. Это им совершенно не мешает быть детьми, ходить в детском саду, играть в игрушки. Они пишут прописи 3 года, они учат счет 3 года, они учат стишки на китайском языке. То есть у них реально идет образовательный процесс, и никто не называет фундеркиндами, никто не считает, что это как-то мешает их детям. Евгений, ну, к сожалению, вы не китайское образование. Вы, вам не хватает квалификации и уровня скилла для того, чтобы учить своих детей. Евгений, а еще не нужно отрицать психологическую все-таки помощь. Вы же все-таки сам психолог, ну не стесняйтесь. Никто вас за это не будет осуждать. Вас наоборот поддержат всем интернетом, представляете? Все хейтеры, бота-фирмы, все вас поддержат. Все скажут, Евгений, вот наконец-то вы сделали правильно, что пошли к психологу или психотерапевту. Проработали свои детские травмы, Евгений. Нужно? Ну вот объясни мне, зачем? Потому что нужно. Потому что нужно? Хорошо. Да ладно, принимается. Тебе самой это интересно? Может быть, даже да. Есть ли те предметы, которые для тебя, Алиса, тебе даются с трудом? История. История. Что такое? Ты даты не запоминаешь? Не очень. Не очень. То есть битва на Чудском озере... Не запоминается. Не запоминается. 1242-й. Ну бог с ним. Алиса, представь. У тебя... Вот делай, что хочешь. Вот сейчас. Вот решай, чего ты... Вот куда хочешь. Хочешь, поехали в путешествия. Хочешь, полетели в космос. Хочешь, под воду нырнем. Вот ты бы что выбрала? Вот что тебе хочется здесь и сейчас? Вот прямо сейчас? Или тебе и так все устраивает? Не знаю. Алиса, к... Какая ей не с чем сравнивать? Она ничего не видела. Была в Китае, но вообще в несознательном возрасте. Она даже, можно сказать, и не помнит, что тогда было. В Северной Корее там спросить, а вас все устраивает? А там интернет нету, как бы люди не могут выйти посмотреть, как другие живут. Да, конечно, все устраивает. Итак, ну что? А, кстати, Евгений-то уже добрался у нас до Телеграма. Вы не поверите, но он уже там. Телеграм-канале новости Москвы выложили уже пост о том, что психологическая консультация у девочки Вундеркинда стоит 50 тысяч рублей. Цены кусаются, но и Алиса, специалист уникальный, говорит отец. Ну, Евгений добрался и до туда. Под ником Роман он строчит комментарии, оскорбляет людей, которые не нарожали сами детей. А если и нарожали, то... Ну а где их достижения? Кто знает их фамилию? Я вот сейчас зашел, вы не поверите, он прямо сейчас строчит комментарии. Вот прямо в прямом эфире это шоу разворачивается. Ну что, детишки там, наверное, лекции по информатике заучивают. Еду ищут. Может, у соседей там. А Евгений строчит комментарии. Тут пытаются понять, как же живут Тепляковы, как спартанцы или как блокадники. Там Евгений пишет, что вы знаете о страдании, Ирина. Вот блокадники действительно страдали, а у Жени дети трудятся. Любимая тактика Евгения, прикинуться кем-то другим и восхвалять самого себя в комментариях. Сильный мужчина сидит на шее у государства. Умный, а дурак сидит на своей или жены, если она глупее. Ну, Евгений нас тут ничем не удивляет, это мы все прекрасно знаем. Нужно как-то реально оценивать свои возможности, когда детей планируешь. Вот он и оценил. Сильный мужчина не спасал, не кинул жену с детьми. А что в ответ? Говнецо от лицемеров получил. Партия в лице товарища Путина жаловалась на демографические проблемы. Вон, даже мат-капитал придумала. Собственно, вселила веру в себя у Евгения. Но Евгений здесь много смайликов использует. Для того, чтобы, типа, ну никто не подумал, что это Евгений. Он же смайлики в ЖЖ не использует. И что тут гениального? Жить в девятером на 60-70 тысяч в однушке в Зюзино. Отвечает Евгений. А вы живете в 100 квадратных метров и растите одного ребенка вместо десятерых. То есть получаете больше, чем отдаете. Никакой соцответственности. А в чем заключается помощь Алисы? Приносить бабло отцу? Помощь это о другом. Отвечает Евгений. Вам не нравится слово деньги, а слово труд. Не вижу ничего плохого в монетизации детского труда. Вы же не видите ничего предосудительного в том, чтобы заставлять детей учиться. Не вижу ничего плохого в монетизации детского труда. Собственно, это нам намекает на то, что в ЖЖ все-таки не лукавил Евгений. А дети в ТВ-шоу имеют право выступать? Телевизор на детках деньги не делает? А почему папику нельзя поднять денег на успехах дочки? Считайте это шоу «Детский взгляд на проблемы взрослых». Душа моя, как прикажете? И кидает смайлики с поцелуйчиками. Евгений добрался до телеграммы и внезапно обнаружил, что есть язык смайликов в раскладке клавиатуры на его телефоне. Серьезно? Да вам плевать на чужих детей. Но у вас без всяких сомнений озаботил тот факт, что кто-то позволил себе подумать о заработке на успехах своего ребенка. Вы же не можете похвастать тем же, до чего жалкие лицемеры. Слушайте, мне кажется, да, Евгений действительно вдруг посидел. Видать, подбивал бюджет за месяц. Он же там в семейном детском саду еще и бухгалтер. Посчитал, что-то денег нету. Все мы потратили на образование Алисы. Все куда-то делалось. PlayStation 5, может, себе купил у перекупов. И в итоге вообще я эту тему пытался изучить. Сколько они получали за выступления, так скажем, на ТВ-программах. Как мне сказали, ну не больше 10-20 тысяч рублей. Сколько их было? Ну штук 10 от силы, да. Деньги совсем, ну никакие по меркам Москвы на 9 человек. В итоге, я не исключаю тот факт, что просто у Тепляковых заканчиваются деньги. Спартанская экономия Евгения какая-то, я не знаю даже. Ни одна экономика мира не придумала, наверное, такого способа экономить, как Евгений. Даже при такой экономии у Евгения закончились деньги, и он решил, пора пожинать плоды. На дочери заработать решил. Хм, может службам опеки присмотреться? А вам какое дело? Может налоговой присмотреться к доходам вашей семьи? Аннушка, если есть желание натравить органы опеки на многодетного отца за его внимание к семье и методам воспитания, это уровень вашей критики, то мне очень жаль. Уверен, вы способны на большее. Евгений пишет, а почему вы такие агрессивные? Почему общество ставит палки Теплицыну? Почему 90% здешних комментаторов призывают к священной *** против Евгения? Я могу понять, если бы вы были гениями, ваши фамилии были бы на слуху. А что я вижу? Куча бездельников сидит полдня в телеге и участвует в моем шоу. Вы глупые люди, лишенные внимания близких. Серые мышки, возомнившие себя уважаемыми людьми, которые имеют право воспитывать других более известных, да, местами эпатажных людей. Не хотел, а ведь снова обвините меня в агрессии. Отвечает Евгению, мы не агрессивные, мы пытаемся вести диалог, но вы умеете только какашками кидаться, обвинять всех в тупости. Да если бы не я, уровень ваших разговоров сводился бы к одному, и чем только опека занимается, почему до сих пор детей не забрали? Почитайте выше, посмотрите, какими какахами с товарищами по воспитанию вы кидались. А сейчас, извините, меня ждут дела государственной важности. Евгений, вас что, лично президент в Кремль позвал? Приезжайте сейчас, вместе с Алисой свининки пожарим. И все-таки ответьте уже на вопросы. Или вы только можете трусами махать и никакой конкретики. Вы делаете своих детей счастливыми. Или это не входит в ваши обязанности? Ирина, если вам нужны ответы, которые известны даже ребенку, пожалуйста, запишитесь на консультацию к Алисе. Мне интересно, а если вот я реально захочу, Евгений, записаться на консультацию к Алисе, скажу, ну Евгений, да, Евгений, за 50 тысяч, конечно, огромные деньги, но я заплачу. Евгений, вы реально меня запишите? Вы меня подпустите к своему ребенку? Вы как отец, да, то есть готовы на это. Когда я к психологу прихожу, я сижу с ним один на один. Я не хочу, чтобы присутствовал зять, тесть, сват, отец, мать этого психолога. Алиса же несовершеннолетняя, она должна в присутствии взрослого, да, проводить консультацию. А я вот против, я не хочу сразу двум людям рассказывать о своих проблемах. Мне некомфортно. Я прихожу к психологу и хочу лично ему рассказывать. Евгений, вы что, и на такое пойдете, да? Взрослого мужика один на один со своей дочерью оставите за деньги. Ну и вот оно. Я уже спрашивал вас и других, какие у вас достижения, кому известна ваша фамилия, чего достигли ваши дети. Обычно после моих вопросов успешные папашки берут пиво, идут смотреть телевизор. Главное, чтобы ваш бизнес-план будет реализован, ваши дети вас не отправили в утиль. Нет, я не выращиваю будущих сиделок возле моей кровати, если вы об этом. Я не имею иллюзий относительно детей, я трезво смотрю на жизнь. Не переживайте, всех нас примет земля. Я не про сиделок, а про чувства, но вам, судя по всему, незнакомо это слово. Как же незнакомо? Знакомо. Чувства для девочек и женщин. У мужчины они должны выражаться поступками. Но мы уже поняли, что в семье Тепляковых исключительно одни мужчины. Вы считаете, в этой семье кто-то думает о детях, а об их здоровье психологическом? Я думаю, нет. Иначе бы они не рожали ораву в однушке и еще будут рожать. Наверное, если бы они реально любили и заботились о них, то они либо пошли работать и купили бы жилье побольше, либо не рожали бы столько детей, дети растут, а квартиры нет. А сейчас это реально похоже на бизнес-план. А дети это и есть бизнес-план родителей, а не цветочки, которым надо слюни и попки до старости подтирать. У вас нет никакого морального права осуждать других родителей за их взгляды и отношения к собственным детям. Дети это, оказывается, бизнес-план. Ну, я и не сомневался, в принципе, удивительного здесь, ничего нового для себя не нашел. Их настраивают против этих игр. Ни коньков, ни роликов, ничего у них нет, что есть у других. И хорошо, вырастут, станут успешными, наверстают. У нас тоже много чего в детстве не было. Однако же в космос первыми полетели. Евгений, а давно ли вы в космосе-то там летали? Что-то я первый раз от вас слышу. Как там полетали? А современные дети? Смех, да и только. Общество тупых потребителей. Евгений своим детям, я так понимаю, внушает чувство вины, если они вдруг внезапно что-то хотят. Ролики себе, коньки, шоколадку, я не знаю, чизбургер, игровую приставку, телефон, не дай бог. Общество потребления. Вы что, охренели? В общем, это продолжать можно бесконечно. Соберем 5000 лайков и вот там примерно уже 1000 сообщений на тот момент будет. Я покопаюсь еще обязательно, поищу интересные высказывания, как Евгений сам сказал, что для настоящего исследователя просто читать статьи в интернете, но это не трушно. Трушно это напрямую контактировать с объектом исследования здесь и сейчас. И вот сейчас мы контактировали с вами с объектом, который в прямом эфире прям писал сообщение, выражал свое мнение. Новая статья на комсомольской правде у нас появилась. Полиция 9-летнюю студентку Алису Теплякову не обижали на экзамене в МГУ. Наконец-то появилось решение, с которым точно не согласится Евгений Тепляков. По заявлению папы девочки о незаконном удержании ребенка в аудитории была проведена проверка. Зимняя сессия у Алисы, увы, не задалась. Девочка, напомним, сдавала экзамены в индивидуальном порядке. Евгений Тепляков во время экзамена по введению в психологию ждал дочь возле охраны. Оценка 2 по профильному предмету его так разозлила, что он устроил подтасовку, пытался прорваться в аудиторию и разобраться с экзаменаторами. На видео, которое кто-то успел снять, видно, как Евгений чуть ли не сбивает с ног охранников. Пресс-служба факультета в тот же день заявила, что из-за Теплякова пришлось обращаться к медикам, сотруднику факультета и экзаменаторам, запираться в аудиторию и потом выходить из вуза через черный ход. Да, они тот день запомнят надолго, конечно. Когда еще после экзамена приходилось через черный ход выходить. Источник столичной полиции подтвердил, заявление от Евгения Теплякова действительно было. Проверку проводили, однако состава преступления не нашли. Поэтому было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. То есть нелегкие телесные не находили над девочкой, на экзамене не подтвердили. Евгений, ну как же так? Мне кажется, надо оспорить это решение в областном уже суде, я не знаю где-нибудь. Потом в Европейский суд по правам человека нужно обязательно обратиться. Ну потому что, ну как так-то? Ну что, продолжаем. Сегодня расскажу вам про то, как дети Евгения Теплякова рвали девятиклассников на Олимпиадах. Помню, Евгений Тепляков писал у себя в ЖЖ, что попадание на муниципальный этап стало неожиданностью. Давайте к нему вконтактику лучше зайдем. Олимпиадный марафон подходит к концу. Больше мы в это не ввяжемся. Впереди еще несколько муниципальных этапов, попадание на которые стало для нас неожиданностью. Неожиданностью, значит. Вот представляете, дети днями и ночами заучивали, тренировались. Евгений секундомером там сидел. Давай быстрее, давай, давай. А потом такой, ой, какая приятная неожиданность. Попали на Олимпиаду. Ну раз дети прошли, имеют полное право поучаствовать или отказаться. Это их дело. Да, Евгений. 20 плюс Олимпиад на двоих за месяц. В районе 7-10 победных и призовых мест. С Олимпиадами что-то не поперло и Евгений больше не стал в этом участвовать. Итак, немного углубимся в тему образования. Или почему Евгений Тепляков скрывает от всех, на какие балалии создала ЕГЭ. Как мы уже в одном из предыдущих видео выяснили, это были тройки в основном. Мне лично все равно, на какие она сдала. Как и Евгению оказывается. Потому что вот у него пост. И он пишет, что школьная тройка это не так уж и мало. Эту оценку получает почти половина всех девятиклассников. То есть Евгений как бы сам признается, что 3 это хорошая оценка. И нет ничего плохого в том, что Алиса сдала все на тройке. Но мы будем это скрывать. Ну и давайте по больному, как говорится, проедемся. А почему же Тепляковы рожают каждый год детей? Я, наверное, здесь Америку ни для кого не открою. Все прекрасно знают. Не от большой любви Евгения к детишкам. А скорее это привязано к работе. Так как мы все прекрасно знаем, что Евгений работает воспитателем семейного детского сада. Но чтобы работу не терять, приходится и детишек рожать. А то ведь они имеют свойство расти. Давайте прочитаем интересное обращение Евгения на сайте onlineinspeccia.rf по поводу незаконных увольнений. Евгений Тепляков. 5 октября 2017. Работодатели угрожают увольнением и закрытием семейного детского сада на основании непредоставления табеля посещаемости детей. Обращаю ваше внимание на то, что дети с ЭДС исключительно из нашей семьи. Многодетная семья, 4 ребенка. А конфликт возник в связи с тем, что один из детей Теплякова Алиса по решению Департамента образования города Москвы и директора школы 626 является ученицей первого класса и находится на семейном обучении. То есть не может входить в число воспитанников с ЭДС. Табель посещаемости за сентябрь без Алисы работодатель подписывать отказывается. А основанием для увольнения называет пункт договора работник обязан ежемесячно в последний день месяца предоставлять лично, нарочно старшему воспитателю прикрепленного сада табель посещаемости с подписью. Напомню, все воспитанники, наши дети и, следовательно, посещаемость в детском саду 100% и это требование суть чистой бюрократии, особенно в части личного присутствия. Все подтверждающие документы, включая ответы Департамента образования города Москвы могут быть высланы по запросу. Приложение файла сроков аттестации, ответ Департамента образования. Статус ребенка определен однозначно. В таблице табель в том виде, в котором его требует работодатель. Очевидно, что документы противоречат друг другу. Обращаю ваше внимание, что при текущем положении вещей ребенок одновременно проходит по документам и как школьник, и как детсадовец, и как студент МГУ. Налицо конкурционная составляющая, так как деньги из бюджета на него выделяются дважды. О нет, Евгений, правда что ли? Дважды выделяются деньги. Короче, а вам один раз только присылают, да? Ничего себе, опять государство вас облапошило, опять денежки из вашего кармана украло. Ну что ж такое, Евгений? Вы, значит, себе новую работу придумали, а они тут ваши деньги воруют. Ну и мне как истинному ценителю прислали обращение, открытое письмо Зевса и Конфуция Тепляковых, мэру Москвы Собянину. Это коты Тепляковых. Итак, на полном серьезе, вот я уже не знаю, вот вы как воспринимаете, на полном серьезе или нет. Мы кота-ученочи. Наш предок по папиной линии кот-ученый был таким ценным животным, что его даже посадили на золотую цепь, чтобы Рюриковича не сперли. Уважаемый мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Там обращаются два кота, жители однокомнатной квартиры Евгения Теплякова и его жены Наталья. Уважаемый Сергей Семенович, явите божескую милость, заберите нас от этих Тепляковых и побыстрее. Девочка Алиса любит биологию, собирается проводить с нами опыты. Мальчик Хеймдель любит бить ногами, иногда мы им попадаемся под ноги. Лея и Тера норовят заставить нас читать на время вместо себя. Да, я вспоминаю то видео, где Евгений с секундомером засекал, сколько младенец читает. А чтобы поиграть в кошки-мышки, иногда нам это удается. Но как же муторно читать на скорость фехтенгольца, вы бы знали, Сергей Семенович. А малыш тисей быстро и гениально подползает к нашим мискам и выпивает все наше молоко. Не успеваем мы глазом моргнуть. Дорогой Сергей Семенович, мы вам обещаем не только мышей ловить в мэрии, но и сторожить мэрскую столовую по ночам. И вызвать на батл питерских котов из Эрмитажа, кто больше мышей поймает. А еще мы постараемся найти ту самую золотую цепь. Ну, как говорится, расслабили булочки на минутку. А теперь давайте к серьезным темам переходить. Яндекс.Зен. Благо, там тоже есть люди, которые неравнодушны к семейству Тепляковых. Они проводят свои расследования. Давайте также изучим материал, который они собрали. Я думаю, будет очень интересно. Статья называется «Как продавала сталь? Часть 1. Семейный детский сад Теплячок». Итак, не знаю, записывали ли они Алису в сад, но в школу она точно идет в 2017. Мне кажется, что как ребенок с ОВЗ, хотя доказать я это не могу. Вы чуть позже поймете, почему я так думаю, но это лучше всего объясняет, как они сдали ЕГЭ. Выделяемая сумма по документу 2007 года на одного ребенка почти 50 тысяч рублей в год. Куда идут эти средства? Конечно, в школу. И директор меняет гнев на милость. Отсюда и общие фотографии и награды в виде планшетов самым умным детям мира. Оказывается, семейный детский сад всегда прикреплен либо к настоящему детскому саду, либо к школе, которая оказывает услугу по дошкольному образованию. Он является подразделением. И открыт он может быть не только на площади тех, кто его открывает, но и на площади учреждения. То есть получается, и учреждению хорошо, в нем есть подразделение, в котором финансирование одного ребенка в 2007 году составляет 49 410 рублей. Это в первом постановлении в самом конце, сколько сейчас искать не стало. И Теплякову хорошо, потому что сад на бумаге есть, а реально к ним в квартиру никто не придет его проверять. Воспитателем в нем назначается один из родителей. Если есть педобразование, предпочтение отдается этому родителю. Если нет педобразования, это не препятствие. Кстати, зарплата воспитателя семейного детского сада сейчас в Москве составляет примерно 50 000 рублей. Но там может быть еще 0,5 ставки психолога, если все-таки у папы есть диплом. Вот тогда и те 70 000 зарплаты, про которые он рассказывает. Сад получает средства на инвентарь, игрушки, моющие и питание. С питанием другой вариант. Брать в учреждение, к которому прикреплен сад. Поэтому, если на все это приходят деньги, то теперь объяснимы и 20 000 рублей в месяц на питание, и 300 рублей в месяц на моющие. Это или папа так прикинул, или же это действительно их собственные расходы, когда не хватает того, что выделяется. Если семейный детский сад получает средства на питание, а Евгений говорит, что они 20 000 в своих денег тратят, как бы, ну, немножечко Евгений, как всегда, сулукавил. Вывод. В СДС реально можно получить от государства не один, а два клада воспитателя. Один за самого воспитателя, еще один за якобы физрука, музрука, старшую медсестру и двух педагогов, социального и психолога. Но деньги это еще не все. Что же с контролем за воспитанием и развитием детей? Вот выдержка из статьи в журнале «Милосердие», где описывается личный опыт одной из многодетных семей Москвы, зарегистрировавших у себя СДС. Каждый месяц до 5-го числа она, мама-воспитатель, должна сдавать в детский сад дневник воспитателя. Он отправляется по электронной почте. Здесь Дарья пишет, чем она занимается с детьми каждый день. Все должно соответствовать плану. Два раза в неделю надо рисовать, один раз в неделю лепить, и никак не наоборот. Мне бы интересно было почитать этот дневник Тепляковых. Если он у вас каким-то образом появится, обязательно присылайте мне, почитаем. Вопросов по поводу открытия функционирования семейного детского сада Теплячок больше, чем ответов. Вопрос первый. Кто согласовал вопрос об открытии СДС на уровне школы 626, и кто подписал документы? Кто и как контролирует воспитателей СДС, и каким образом воспитатели отчитываются о выполнении плана обучения и стандарта дошкольного обучения и воспитания? Какова все-таки смета финансирования с АДС Теплячок, и сколько денег там уходит на детей? В общем, вот такая вот интересная информация. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно пишите в комментариях. Давайте обсудим. В общем-то, у меня на сегодня, я думаю, все. Пишите в комментариях свое мнение. Давайте обсудим весь этот сюр, который мы сегодня увидели, и по темам, которые я ранее озвучил, также оставляйте свое мнение, очень важно. Я читаю все комментарии. Спасибо, красавицы мои, что смотрели это видео до конца, и увидимся с вами завтра в новеньком видео.